Всем здравствуйте, меня зовут Андрей. Начнем утро или день или вечер, продолжим с кофе. Вообще жаркие споры, постоянные даже в интернете, как же приготовить хороший кофе, какую кофемашину использовать. Ну, касательно рожковых кофемашин, это самая популярная кофемашина, давайте ее сегодня рассмотрим. Ну, казалось бы, что можно еще там придумать? А вот есть составляющие, которые позволяют нам сварить потрясающий, вкусный, правильный кофе. Вот кофемашина от Best Fix, как мне показалось, имеет все основные хорошие характеристики для того, чтобы кофе был настоящим, особенно эспрессо. Ну, давайте разбираться. Вот она, красотка от Best Fix, занимает мало пространства, идет высоту, стильненько смотрится, черный металл подойдет под любую кухню. Какие основные составные части у этой кофемашины? Ну, низ, куда будет стекать лишняя вода и куда вы будете ставить чашку, да, все это моется легко. Сзади у нас резервуар для воды до одного литра, а это значит, там, ну, например, кружек 15 эспрессо точно поместится. Сверху резервуар закрываем вот такой пластиковой крышкой, чтобы ничего туда не попадало. В принципе, кофемашина собрана. Дальше рожковая система. Сам рожок, кстати говоря, ребята, это металл, что тоже немаловажно. Два вот таких вот улучшателя, так они называются, разный объем, соответственно, разный объем молотого кофе можно сюда заложить, получить различный вкус. Вот такая вот ложечка мерная, которая черпает кофе, ну, и сама втулочка, которая прижимает кофе и делает такую таблетку, собственно говоря, из которой и получится чашка ароматного кофе. Ручной капучинатор для того, чтобы помимо эспрессо вы делали еще различный кофе с молочной составляющей. Ну, вот он ручной, все мы знаем, как пользоваться. Переключатель здесь простой. Мне это, кстати, очень нравится. Никакого дополнительного сенсора. Справится и ребенок, и наши родители, и бабушки, и дедушки. Для того, чтобы приготовить различные типы вкусного сваренного кофе. Ну что, давайте готовить кофе. Так, включаем в розетку. Ну, кстати говоря, розетка где-то у нас, ну, примерно метр, чтобы можно было поставить в различные помещения, взять с собой, например, на дачу или на работу. Включаем. Теперь внимание сюда. Смотрите. Вот здесь вот сенсор. Три, видите, символа. Как только мы нажимаем на один, загорается белым цветом наше, значит, понятие. Одна чашка эспрессо, две чашки эспрессо или переключатель на пар. Вы видели, она помигала несколько раз. Вот пока она мигает, она нагревается. Как только перестала мигать, все, наша кофемашина готова работать. Дальше останется выбрать только одна чашка эспрессо или две порции эспрессо. Прошу вас, обязательно следите, чтобы в резервуаре для воды была вода. Старайтесь не включать кофемашину без воды. Ну, я налью где-нибудь половину, вот так, на несколько чашек кофе. Я думаю, этого будет достаточно. Приготовим сейчас эспрессо. Так, берем рожок. Вот теперь почувствуем себя настоящими баристы, как в крутой, классной, какой-нибудь итальянской кофейне. Я беру вот этот улучшатель. Его, кстати говоря, используйте много раз, просто потом промывайте водой. А дальше засыпаем кофе. Берем с вами кофе. Ну, кто-то дома мелит кофе, кто-то покупает. Я, честно скажу, покупаю. Кофе бывает разный, арабика. Ну, я, кстати, ее больше всего предпочитаю. Так, смотрите. Дальше нужно достаточно плотно нам с вами сделать вот такую таблиточку. Видите, я вот мало положил. Можно было использовать мне вот этот улучшатель. Ну, я все-таки предпочитаю более насыщенный вкус, поэтому кофе можно добавить. Ребят, добавляйте сами. Можно сюда сразу добавить, ну, какой-то, не знаю, какие-то фишки, типа корицы. В принципе, можно. Посмотрите, получится другой вкус. Дальше хорошо уплотняем, без фанатизма, но чтобы была плотная такая таблеточка. А дальше пойдет процесс экстракции кофе. Все, таблеточка наша готова. Потом, как же рожок вставляет в саму кофе в машину? Посмотрите. Вот здесь вот справа налево, но там, на самом деле, все нарисовано. Просто интуитивно подставляем и крепко, до щелчка практически, закрываем. Все. Дальше остается выбрать только одна чашка эспрессо или две, и кофе готов. Остается взять любимую чашку и налить себе кофе. Кстати, вот теперь к фишке кофемашины от BestFix. Наверху кофемашины стоит нагревательный элемент. И я очень рекомендую перед приготовлением кофе поставьте чашку на нагревательный элемент. Она станет теплой, и кофе при приготовлении не потеряет несколько градусов, и останется потрясающе вкусным и горячим. Это очень удобно, и эта фишка есть не у всех производителей от BestFix. Позаботился. Ну что, давайте сделаем двойной, наверное, да? Итак, включим. И поехали. Готовим вкусный свежесваренный кофе, правильной технологии. Вот здесь вот основное давление, которое выходит из помпы, 20 бар это соответствует профессиональным рожковым кофемашинам. Понятно, на выходе меньше, а на выходе больше 8-9 бар, и не нужно, чтобы приготовился правильный эспрессо. Вот эта кофемашина соответствует таким стандартам. Получился у меня аппетитная чашечка, ну, пол чашечки двойного эспрессо. Я очень хочу попробовать его. О, какой терпкий вкус. Ну, день заладится просто на раз. Но, помимо эспрессо, эта кофемашина может сделать еще и капучино, латте, флет-вайт. Как? При помощи капучинатора, который мы забыли. Да мы не забыли, мы сейчас попробуем. Давайте. Берем немного молока. Я много молока, честно говоря, не люблю. Этого достаточно. А дальше, смотрите. Переключаем на пар. И включаем кнопку на нашем основном экране. Нажимаем. И начинаем взбивать молоко. Ребята, мы с вами профессиональные баристы. А кофемашина от BestFix позволяет нам сделать практически любой кофе. Сделать это аккуратно, сделать это легко, играючи. Ну, и угостить своих родных и близких аппетитной чашечкой кофе. Можно добавить кофе... Обратно не забудьте только. Можно добавить кофе туда или молоко в кофе. Я, знаете, я сделаю немножко. Я молоко добавлю в кофе. У меня получится такой элегантный капучино. В общем, пробуйте, творите, наслаждайтесь правильно сваренным кофе вместе с кофемашиной от BestFix.